Как сделать свою захлопленную историю с того еще? Ситуация была очень, говорится, с одной стороны изначально банальной У детей две родины, говорится, у детей родина Украина и родина есть Россия, да, говорится Не будем говорить где там малая, где большая родина разделять, я просто говорю две родины Вот, и в них есть конкретные места, есть место Санкт-Петербург и есть место Ставище Я называю его местом, так как оно называлось раньше, пускай сейчас оно считается поселком, но тем не менее Местечко, да, будет небольшой городок, местечко И так как по Санкт-Петербургу, я еще раз говорю, мог бы рассказать достаточно много, что своим детям Конечно, о Санкт-Петербурге рассказать все вообще невозможно, это, я не знаю Там можно только убрать какие-то определенные участки, говорится, и по этим моментам как-то, может быть, разбираться более подробно Ну, основные какие-то, может быть, там дворцы, достаточно известные площади и так далее Ну, рассказать мог По Ставище рассказать было немножко сложновато Вот, так как спросил у своих, опять же, может быть, там друзей Камовьева, говорится Расскажите что-нибудь про Ставище Все, что мне рассказали про Ставище, то, что Ставище это Гав Браницкий То, что есть больница То, что, возможно, там осталось что-то, говорится, музей, может, там часть дворца На этом информация закончилась Поэтому пришлось пойти немного самостоятельным путем Сходить изначально в музей Послушать, что немножко здесь рассказали Информация, как бы, все-таки посчитал, что Ну, на тот момент Она была не столь, может, глубоко историческая Может, так мне, говорится, не совсем, может, повезло в тот момент С тем, кто меня проводил по музею Ну, я посчитал, что нужно посмотреть что-то самому Решил забраться в интернет Ну, я могу сказать, что интернет лет где-то так 11-12 назад История из та вещь явно нас не баловала Потому что было все, что было Это была в основе своей официальной части Которая была сброшена на официальных сайтах Одинаковая, достаточно сухая В общем, не информативная Решил попробовать посмотреть сам Покопаться, что-то, какие-то вещи, документы Опять же говорю, так как открытой информации Просто выложенной текстовой не было не так много То решил пойти какие-то книги, какие-то, может быть, возможно, архивные документы К тому моменту, которые уже были выложены Там тот же архив Юго-Западной России Были все тома, уже можно было понаходить Был сайт такого священника Кротова До сих пор Кротова, библиотека Кротова существует Там были интересные материалы, книги И начал что-то смотреть И когда начал смотреть эту информацию Обнаружил, особенно по 17 веку Очень много информации официальной, недостоверной Ну и как-то, если говорят про каких-то там Ружинских Или Хаткевичей князей По ним информацию находишь Что они вообще жили в других местах Владели другими местами И вообще это относится к стовище Которое находится в Житомирской области То как бы недостоверность Она подтверждалась сама собой Потом опять же, говорится, покопав по ним Горится побольше материала Понимал, что в действительности так оно и есть Просто наши историки, которые в свое время Составляли историю места сел Украинской СССР Походу сильно особо не заморачивались Ту информацию, которую находили со словом стовище Не вникает даже, что говорится И в Киевском воеводстве, и в Белосерковском старстве Стовище было не одно Это никого особо не волновало Так как те стовища, которые были Они были более, не такими значительными, как это Гораздо меньшим размером Да и не уверен вообще, что о существовании их Они даже, может, и догадывались Поэтому вся информация была выложена в одну кучу Ну вот, к сожалению, ошибки были И ошибки передавались из года в год Ну и, к сожалению, их не проверяли Воспринимали как есть Считали, что все хорошо и достоверно Ну, пришлось маленько покопать Ну и постепенно, постепенно Когда начинаешь, говорится, собирать материал Начинаешь, что называется, вникать в тему Вот, поэтому многие события становились, которые находил новую информацию Более интересными Происходила связка одних событий с другим Ну, как бы так, потихоньку, потихоньку Вот А как ты систематизуешь? Ну, систематизация информации Пока на сегодняшний день немножко хромает Да, есть сайт Бывший сайт Ставичинской селищной рады На котором собирал всю информацию на форуме Сделаны были некоторые разделы Согласно этих разделов Пытался информацию более-менее, говорится, распределять Чтобы было удобнее ее искать, читать Ну, вот, как бы, единую Систематизировать в единую часть Пока, наверное, полностью не готов Так как есть еще некоторые исторические провалы Которые нужно собрать Собрать Найти, постараться их найти Ну, и тогда уже можно будет попробовать Что-то систематизировать Если не в книгу На что, конечно, я не писатель Не совсем готов Но хотя бы в какой-то, может быть, и Небольшой исторический очерк Более, скажем, по факту Говорится, со всеми ссылками Хотя бы на те источники О том, что эта, говорится, информация не пустая А то, что информация взята Откуда она взята Есть ли эти книги, значит, книги Есть ли архивы, значит, архивы Везде должны быть сноски Я вот почему, говорится, очень уважаю Многие вещи Как у Владимира Перервы Потому что вся информация Которая у него существует в книгах Везде есть сноска Откуда, что взято То есть есть подтверждение Официальное, скажем Ну, иногда неофициальное Иногда бывают, конечно, какие-то вещи Беру со слов людей Со слов жителей Это тоже очень помогает К сожалению, много тоже информации И у людей утрачено Стариков, которые там, скажем Помнят начало века И даже хотя бы Время до Второй мировой войны Не так много осталось Ну, как-то что-то собирается Понемножку Ну, надеюсь, что со временем И моя информация, говорится Пополнится для себя лично Ну, и постараюсь, разумеется Поделиться со стовещанами О, им может быть интересно